Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Начну с того, что я очень совестливый и ранимый человек. Каждая ошибка в жизни и поступки с трудом прощаю себе. Как научиться прощать себя за ошибки прошлого? Не могу простить себя, что совершаю ужасные поступки, что потом чувство стыда накрывало. Постоянно себя колю, ругаю, съедаю, постоянно внутренний диалог и размышления в голове. Как простить себя и принять весь опыт, плохие поступки, действия и начать счастливую жизнь. Устала от этих мыслей, они уводят от реальности. Я думаю, что в первую очередь вам не помешало бы поработать с личными границами, это первое. То есть, как-то мне кажется, что берёте вы слишком много ответственности на себя. Вот. Так это выглядит, по крайней мере, сейчас, с точки зрения, ну, наблюдателя, да, со стороны, это выглядит так. Так. Вот. А дальше, я думаю, что вполне можно вести вам речь о том, чтобы научиться свои чувства, которые у вас есть, проживать, вот, то есть, ну, именно вот, проживать ваши чувства, именно, проживать ваши эмоции, которые у вас есть. Как-то с ними обращаться. Сейчас вы пытаетесь их, на мой взгляд, рационализировать, сейчас вы пытаетесь их, на мой взгляд, как-то объяснять себе. Что, конечно же, в общем и целом у вас не получается. А ранимость здесь тоже нужно рассмотреть несколько более подробно, в смысле того, что вы имеете в виду. Эм, чтобы иметь в виду под ранимостью, да. А если вас, например, эм, чтобы, ну, что-то задевают, задевают, да, допустим, то это один момент. Вас задевает то, что вы в себе не принимаете. Вас задевает то, эм, ну, от чего вы бежите. То есть, ну, вот это такое, вот, своего рода, своего рода бегство, получается, от самой, ну, от самой себя. Ну, в вашем, эм, ну, в вашем случае. Вот. На это стоит обратить внимание. А, что еще, на что еще стоит обратить внимание, как мне кажется, это на чувство вины. Обычно чувство вины связано с тем, что человек пытается быть, там, условно говоря, хорошим. Удобным. Ну, для, ну, либо для всех людей, да, либо для других. Вот. И, как бы, на это тоже нужно обратить внимание. Дальше идем. Вы говорите, что вы не можете простить себя за ошибки прошлого. Ну, видимо, подразумевая то, что корите себя за, ну, какие-то действия, да, поступки, решения и так далее. Здесь важно увидеть, эм, что вы хотели, поступая, поступая, так скажем, определенным образом. То есть, эм, здесь важно увидеть, эм, что вам нужно. Вот. Ну, понимают, да, то есть, чего вы хотели, когда, ну, совершали эти поступки, о которых вы говорите. Это очень важный аспект. Вот. Потому что, не отдавая себе отчет в том, зачем я это делаю, да, для чего я это делаю, не отдавая себе в этом отчет, вы можете, в общем и целом, не брать, эм, ответственность за свои действия и, как следствие, в общем-то, оказываетесь в такой вот далеко не завидной ситуации. То есть, смотрите, какая получается штука. С одной стороны, вы берете на себя ответственности слишком много. С одной стороны. С другой стороны, вы не берете ответственность там, где ее на самом деле брать желательно. Да, как бы. Вот. И, соответственно, на этом мне бы хотелось обратить ваше внимание. Вот. В первую очередь. Да? Так вы сможете простить себя, когда заметите то, ради чего вы совершали эти поступки. То, что вам было важно. Вот. Сейчас вы этого не замечаете. Сейчас у вас ситуация выглядит вот таким образом, что, ну, когда вы, к примеру, какое-то действие совершали, да, какие-то действия вы совершали, а, вот, для вас это было актуально, для вас это было, а, ну, важно, а, вот, но, а, потом, что-то и, что-то и, что-то и, естественным образом изменилась, изменились вы, изменились ваши, там допустим, приоритеты, ценности, вот, и вместе с ними изменились ваши требования к себе, да, то есть, если вы раньше, например, были вегетарианцем, да, вот, ну, к примеру, если раньше вы были вегетарианцем, а потом стали мясоедом или наоборот, то вы корите себя за то, кем вы были до того, как произошли перемены, вот, вот, и это, на мой взгляд, несколько странная, вот, и несколько неуважительно, ммм, такая вот, ээээ, ну, позиция по отношению к вам в первую очередь, да? Нет, там еще пару, вы запрещаете себе изменения, вы запрещаете себе таким образом развитие, вот, как-то вот так это у раз, ээээ, работает, судя по, ну, судя по тому, что я могу видеть. И, в общем, в целом, это нужно менять. Вот. Это... корректироваться, то есть это, я бы сказал, что не так сложно это скорректировать, вот, но это делать необходимо, потому что в этом смысле вы просто сейчас вот себе, на мой взгляд, не принадлежите. Ну, самой себе, вот, а как бы удопая в, по большому щёпу, в требованиях к себе, в придирках, к себе самой и так далее. Вот, вот в этом, в этом, на мой взгляд, и заключается ваша основная боль. Вот. Дальше, вы говорите про, эм, счастливую жизнь. А что это такое счастливая жизнь? Что это за жизнь, которой вы так хотите жить? Что она из себя эта жизнь представляет? Ради чего? Ради чего вы хотите, вот, ну, как бы, отказаться от того, как вы живете сейчас? Ну, помимо того, что вам это не нравится, да, помимо того, что вас это не устраивает, помимо того, что вам что-то не нравится, да, помимо чего вы хотите, что вам интересно. Ведь, эээ, счастливая жизнь это то, эээ, что, эээ, к чему стремится человек, к чему стремитесь вы. Пока, очевидно, это к тому, чтобы быть самой правильной. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...